Жаркие споры на льду разгораются в Уральске. Родители юных спортсменов недовольны тем, что детей не пускают на каток. На арене вместо этого проводят совершенно другие мероприятия. Так, в эти дни там проходит чемпионат по боксу. Когда же лёд отдадут детям, выясняли наши корреспонденты. Борьба за лёд в Уральске разгорается не впервые. А всё потому, что спортсменам там просто тесно. Ежедневные тренировки по хоккею, шортреку и фигурному катанию в Ледовом дворце расписаны с раннего утра до позднего вечера. Но если между собой они ещё как-то находят общий язык, то различные концерты, шоу или как в эти дни соревнования по боксу на ледовой арене переполнили чашу терпения. Потому что это не дело. Мы столько лет занимаемся, мы стремимся, чтобы в нашей области привести какие-то результаты, награды, места. И вот сейчас, допустим, то, что у нас нет недели тренировок, даже это может быть 10 дней их не будет, это всё может сказаться на детях. То есть результаты из-за того, что мы простаиваем, ну, можно такого не достичь, получается. Родители говорят, детский спорт и так получает не самое большое финансирование. Сборы, выезды на соревнования, экипировку приходится оплачивать самим. И никто не против. Но когда они пускают на лёд, становится обидно за детей. Ведь они пытаются достойно представлять регион даже на международных стартах. Почему это вообще к нам никакого отношения не имеет? Если нет у нас, допустим, такой площадки, которая может провести это, зачем вы тогда вообще берётесь, проводите это? Вы в ущерб других детей проводите какие-то взрослые соревнования. Воспитывать чемпионов в таких условиях непросто. У тех же хоккеистов должно быть две тренировки в день – на льду и в зале. Но коньки им в очередной раз пришлось отложить. Популярность зимних видов спорта постоянно растёт. Мальчишки и девчонки мечтают играть в элитных хоккейных клубах или прыгать в хвады и тулупы. Поэтому ледовая арена в Уральске востребована невероятно. Сейчас здесь занимается около тысячи детей. Тренеры говорят, такие перерывы очень плохо сказываются на спортивной форме детей. И на серьёзных соревнованиях им приходится тяжело. Мы уже покажем результат не на максимум. То есть мы поедем на чемпионат Казахстана. То есть дети будут не на 100% подготовлены. Потому что у нас есть тренировочный процесс. Мы думаем, продумываем, какие тренировки как провести, с какой нагрузкой и так далее. А вот спортивные чиновники в это время думают, куда деть других спортсменов. К примеру, в эти дни в Уральске проходят республиканские чемпионаты по волейболу, карате и боксу. В городе нет столько подходящих площадок. Поэтому иногда приходится отдавать им лёд. Так вот сложилась ситуация, что вот эти соревнования как-то все в одни сроки так попали. И из-за этого у нас такая ситуация сложилась, что вынуждены были провести данный чемпионат ледовым дворцем спорта. Чтобы успокоить родителей, чиновники пообещали в следующем году увеличить финансирование ледовых видов спорта. Но отдать этот дворец в полное распоряжение тем, кто на коньках, смогут не раньше, чем через год, когда построят новый комплекс для остальных видов спорта. Ирина Морозова, Андрей Сембрёв, КТК, Уральск.